Выдергиваем фиксатор, вот у нас подтянулся и проворачиваем несколько оборотов. Забыл поставить вот эти два успокоителя, пришлось опять натяжителя оставить, чтобы вставил их на место. Так, я все почистил, обезжирил обезжиривателем, намазал крышку герметиком и устанавливаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, крышку поставили, теперь ее наживляем и притягиваем. Снизу, когда устанавливаете крышку, поставьте шестерину маслонасоса так, чтобы она зашла на шкив. Дождь начинается. Крышку я нажавил, все, чуть-чуть подтянул. Сейчас берем, мажем прокладку герметиком и устанавливаем помпу. Так как через помпу у нас тоже крышка крепится, вот здесь центровые вот эти болты и боковые болты крепят также крышку к блоку. Ставим на место клапанную крышку и еще обязательно вот сюда ставим вот эти уплотнители. Я здесь немножко намазал герметиком под сальники клапанной крышки, потому что они у нас остаются старые. Также вот эти стыки, где у нас стыкуется крышка с головкой, мы тоже немножко намажем герметиком. И ставим крышку. Оживляем болты и протягиваем. Тонким слоем мажем прокладку под топливный насос. Я ее обезжирил. Также обезжирил насос. Затем. 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 Это insects. Затем. Затем. Затем quite сл Bond. Затем ухо. Затем выплушившись Neartz. Затем. Протягиваем, сразу наденем разъем топливной трубки и питание. Насос протянул, подключил, все хомуты одел, устанавливаем на место катушки с этой стороны. Тоже их протягиваем, но не сильно, устанавливаем трубку подачи масла. Сеточку промыл, продул, устанавливаем тоже ее здесь кольцо и с другой стороны кольцо. Продолжение следует... Все, с этой стороны мы установили. Теперь ставим корпус термостата и вот этих два патрубка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаем вторую крышку... Также помазал верхушки свечных колодцев... Обезжирил здесь... Мажем стыки с двух сторон... И ставим вот эти уплотнители... Смотрим, чтобы оба уплотнителя стояли... И заводим крышку... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Подсягиваем их Устанавливаем воздушный коллектор Субтитры сделал DimaTorzok Наживляем и протягиваем Коллектор я протянул Раскладываем на место проводку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Подтягиваем болтики на массе И поднимаем автомобиль Собираем сначала снизу, а потом уже опустим Доделаем сверху Поднял автомобиль Перекручиваем кронштейн компрессора кондиционера Кронштейн компрессора кондиционера Он же является и натяжным механизмом приводного ремня Так что если вдруг наворачивается натяжитель Это меняется целиком с кронштейном Затягиваем Затягиваем Теперь мы наживляем генератор Здесь сзади шпилька Спереди болт Закручиваем шпильку Головка ЕС-7 И затягиваем передний болт Сзади на шпильку закручивается гайка Головка на 12 Ну а теперь Устанавливаем компрессор кондиционера на место Наживляем два нижних болта Головка на 10-10 градусов И на 10-10 градусов Головка на 4-10 градусов Головка на 30 бат Теперь мы наживляем верхний болт и шпильку. Затягиваем. Кондиционер я затянул, теперь мы затягиваем шкив коленвала. Для этого мы фиксируем отверткой маховик. Все, таким образом подтягивается шкив. Сейчас протираем, еще чистим немножко низ двигателя, обезжириваем его и устанавливаем поддон. Сейчас поддомкратим двигатель. Я намазал низ двигателя, так как у нас поддон здесь немножко цепляет края, поэтому наносим на блок герметик. И заводим маслоприемник. Все, маслоприемник прикрутил, устанавливаем поддон. Затягиваем. 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 Один машина. Затягиваем. Ж Catalunya. Г Mutter. Затягиваем. Хамрат. Я Oops. На голову герметик.